Каждый показатель, который вы считаете в большом бизнесе, он должен быть кем-то востребован. Вы мне скажете, ну, Ольга, в большом бизнесе нам вот из Москвы спустили, мы считаем. Если такая ситуация, с вас взятки гладкие, но ведь чаще всего вы же сами этот огород городите, когда вы считаете, почему отказываемся логику-то включать? Вот даже можно ничего не знать, вот что хотим в результате анализа, хотим понять сколько денег, что мы понимаем под деньгами, касса и расчетный счет. Если вы хотите понять, сколько денег, составляйте платежный календарь, сколько вам должны заплатить живыми деньгами, сколько вы должны по дням заплатить живыми деньгами, все. Если потом видите, что только вы платите, а вам не платит никто, вопрос, почему так происходит? Видимо, с отсрочкой платежа вы отгружаете. А почему вы, вот кстати, об отсрочке платежа хороший вопрос, вы как-нибудь рассчитывали когда-нибудь, какую отсрочку платежа вы вправе дать? Никакую с вас требуют и никак рынок в среднем работает, а ваше предприятие какую отсрочку платежа может позволить? Никогда вы не считали. А почему? А почему? Ведь если речь идет о малом и среднем бизнесе, над вами никто не стоит. Вы не в Роснефти работаете, не в Газпроме, вы сами себе хозяева. Ведь одно дело, рынок говорит, что вот в среднем все с такой отсрочкой работают. Вы не в среднем. Вы соотнесите, а для вас-то, вот для вас какая допустимая? Вот хотя бы, вот это один из тех показателей, который обязательно должен быть. Дальше, размер скидки, который вы можете дать своим клиентам. Вы знаете, что падение объема продаж – ничто в сравнении с падением цены. Мы на финанализе это в формулах смотрим. Вот если опасаться каких-то операционных рисков, то надо опасаться снижения цены реализации, а не объема продаж. Разница в страхе между первым и вторым сценарием, она в разы. Меня все спрашивают, ну тут не все, но в общем был диалог, и говорят, а почему Покровский сейлс не вывешивает скидки на свои коллекции? Кто у них по этим ценам будет покупать? Во-первых, будут, а во-вторых, потому что, видимо, их рулевые обоза понимают, что такое операционный рычаг. И они понимают, пусть они меньше пальто продадут, но они продадут по нормальной цене. Чем вы сделаете этот сейлс? У вас купят на 4 штуки больше, и вы сядете. Вот что надо в финанализе просчитывать. Это можно даже без формул посчитать. Что для вас будет больнее? Снижение объема реализации в штуках или снижение цены? Где тот порог по снижению цены, когда все, вы выходите за грань точки безубыточности? Дальше, про ту же самую дебиторскую задолженность. Вот в предыдущей группе слушателей мы на интересные моменты вышли, и даже вот слушатели из этой группы тут присутствуют. Можно посчитать средний срок погашения дебиторки в среднем, как нас учат по учебникам. А можно посчитать индивидуально по каждому сейлс-юниту, по каждому продажнику. И можно, когда я эти расчеты делаю, не всю выручку брать, а брать только ту выручку, которую мне продажник обеспечил при условии предоставления от срочки платежа своему клиенту. И картина мира-то получается разная по оборачиваемости. И сначала я подумала, что это слушатели умничают, и как бы можно считать по-среднему, а потом, когда пришла на свое предприятие и все разложила, они правильно сказали, по-среднему-то можно, и пусть банкиры по-среднему считают. А когда я, как управленец, хочу видеть в разрезе каждой продающей единицы, я буду считать вот в этой другой логике. Причем показательно в этой группе было слушателей, они не были готовы мне сказать формулу, они понимали, что они хотят от расчетов. А понимая, что они в расчетах хотят видеть, они мне сказали, как надо посчитать. Они понятия не имели, как числитель, знаменатель этого коэффициента называется. Просто они сказали, что мы понимаем экономику, механику бизнеса, понимаем, что это надо поделить на это. И здесь взять выручку не всю, а только та, которая получена при условии предоставления от срочки платежа. Все. Когда вот есть понимание вот этой внутренней механики, вам легче будет заниматься финанализом. Ну вот основные моменты, которые бы мне хотелось до вас донести. А. Финансовый анализ должен быть адресным. Б. От адресности финанализа зависят те инструменты, которые вы используете. И В. Хотя это надо было сделать первым. Перед финанализом должна быть огромная артподготовка. Должна быть отчетность, понимание, что за отчетность, структура этой отчетности. И должна быть связка управленческих дивизионов. Продажники, финансисты, бухгалтера, HR. Вот хотя бы так. Потому что потом вот начнем считать, вы увидите, как одно с другим завязано. Вот. Как финанализ там на воронку продаж выходит и обратно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ